На Красноярском металлургическом заводе федеральному министру и руководителю региона представили инновационную продукцию предприятия. Кроме того, гостям рассказали о реализации ключевых проектов в градостроительстве, транспортной отрасли и перспективах развития завода. Особое внимание уделялось экологичности производства. Наша принципиальная позиция, что грязному производству, экологически грязному производству в миллионном городе, конечно, не место. Поэтому мы будем вместе с компанией добиваться улучшения всех экологических параметров. Конечно, есть сегодня другие технологии, и эти технологии должны быть реализованы здесь, на нашей территории. После этого министр и глава региона посетили Красноярскую технологическую долину. Это особая экономическая зона промышленно-производственного типа, которая призвана объединить и развивать производство в сфере цветнометаллургии, машиностроения и связанных с ними направлений. Для резидентов здесь предусмотрены особые налоговые условия. В этом сезоне компании проходят экспертизы, получают разрешение и начинают строительство. Максим Решетников отметил, что для Красноярского края такие проекты – это возможность расширить собственное производство и привлечь инвестиции в регион. Замысел, в общем, абсолютно правильный. Вот, ну, эти инвестиции первые пошли, а дальше все очень много будет зависеть от региона. Но главное, что регион в своей части все обязательства выполняет. Я имею в виду по созданию инфраструктуры, по подведению, как бы возникают какие-то непредвиденные расходы. Ну, в общем, рабочие процессы, крайне самостоятельно эффективно их решают. Компания «Сибирский профиль» является одним из резидентов экономической зоны. Она планирует создать производство широкого алюминиевого профиля, применяемого в самолёта, вагона и мотостроении. По словам представителей компании, их продукция по своим свойствам будет превосходить существующие мировые аналоги. А расположение рядом с алюминиевым гигантом даёт свои преимущества. Мы планируем использовать в своей работе сырьё предприятие «Русалк Красноярск». Близость поставщика сырья не только позволит нам снизить затраты, но также позволит нам добавить гибкости нашим логистическим цепочкам и, несомненно, сократить сроки поставки сырья. Особое внимание в ходе визита в Красноярск Михаил Решетников уделил и вопросам лесопромышленного комплекса. В краевом правительстве он провёл совещание по развитию лесной отрасли. В обсуждении приняли участие представители федеральных министерств, госкорпораций, региональной власти и ведомства. Участники совещания обсудили текущую ситуацию в отрасли, а также вопросы поддержки молодых специалистов и перспективные проекты в сфере лесной промышленности Сибири.